Самая яркая нештатная ситуация это было то, что не долетел до нас Союз МС-10. К сожалению, с Абчининым и Хейгом мы их наблюдали, как они взлетали, как они должны были к нам начать движение. И в последний момент, вместо того, чтобы приближаться, они просто растворились в синеве космоса. И нам доложили, что все нормально, они живые. Конечно, было неприятно, но самое главное, что ребята остались живы, в порядке все. И сейчас они вернулись на станцию. Здорово. А на самой станции, то есть там поломки мелкие, болезни, то есть с чем сталкиваться, приходится, если брать весь накопленный опыт? Станция это как большой дом, в котором надо всегда что-то делать, его надо поддерживать. Это машина, которая постоянно работает, в ней что-то может ломаться, что-то надо чинить. Поэтому, конечно, были нештатные ситуации. Тут и повышался уровень СО2 на станции, когда нам приходилось применять меры, менять режимы работы системы. То есть это нормальное явление, мы к этому готовимся на подготовке. Тут, как вы знаете, у нас и туалеты, бывает, подводят. Это, кстати, очень немаловажный момент, потому что у нас станция замкнутая, и при отсутствии туалета уже ничего не поделаешь. Поэтому это очень важный момент. Как вы знаете, мы с коллегами хорошо взаимодействуем, и если у кого-то что-то ломается, мы не закрываем люк и не пускаем. Такого нету, но они всегда могут к нам прилететь, обратиться за помощью. Мы также делаем это, прилетая к ним. То же самое можно сказать про кухню, когда какой-то водонагреватель, например, может сломаться. И также мы можем к ним прилететь, попросить, или они у нас. Мы обмениваемся едой, потому что за полгода надоедает своя, хоть и очень вкусная, но она все равно присыщается. Ты присыщаешься, и надо что-то как-то менять, увеличивать разнообразие свой рацион. Поэтому это нормально, когда что-то выходит из строя, мы это чиним. На тот момент, когда вы отправились уже на землю, какова была ситуация, связанная с этими дырками в обшивке? Что там происходило? Вот что сейчас известно по всей этой истории? По этой истории понятно только одно, что произошла нештатная ситуация по расгремитизации корабля. Появилось отверстие в бытовом отсеке корабля. Сейчас трудно еще сказать конкретно, когда появилось это отверстие. Может быть, это было на земле, а может быть, это было произведено в космосе. Мое личное мнение, я не буду пока высказывать, но я думаю, что оно понятно. Поэтому давайте дождемся выводов компетентных людей, которые этой комиссии, которая разбирается, которая рассматривает все улики, которые мы вернули на землю после того, как провели небольшие следственные мероприятия как на борту МКС, так и снаружи.